Ребята, в этом видео я хотел бы вам рассказать про бесконечное ролирование, чтобы вы осознали мощь этого инструмента под названием опциона. Представьте ситуацию, вот у нас есть GD, например, он опустился до 70 долларов. Круглое значение цены, продолжительное время цена акций падала, вы считаете, что это ценный инвестиционный уровень. Многие аналитики говорят, что цена должна пойти выше. Что вы делаете? Две ситуации. Первая, вы купили акции по 70 долларов, теперь вы как инвестор ждете, пока они пойдут выше. Что может случиться? Может случиться то, что, как обычно, мы не угадали, то есть никто не может сказать, куда придет цена. Она начинает падать, и она начинает кружиться, делать какие-то круги внизу, выходить в плюс, уходить дальше в минус, выходить в плюс, консервироваться тут. Что происходит с вашими акциями? Вы постоянно видите то больше лосс, то меньше лосс, то больше лосс, то меньше лосс и так далее. И тут через 6 месяцев цена пересекает вашу точку входа 70 долларов. В этот момент, через 6 месяцев, вы получили 0 в акциях, как инвестор. Теперь ваша задача подождать еще, пока цена улетит вверх. Теперь представим стратегию, я продал пут 70, вместо того, чтобы купить акции, я получил за него премию 1 доллар. Это пут у меня, например, с экспирацией 2 недели. Что происходит? Цена уходит вниз. Я точно так же, как и в акциях, вижу лосс. То есть у меня есть этот лосс, он то меняется, то увеличивается, то вырастает и так далее. Дело в том, что у меня есть экспирация, например, проходит 2 недели. Это моя конечная экспирация. Что я делаю дальше? Я закрываю эту позицию, так как она есть. По сути, лосс этот, ну, он у меня есть уже, я его не фиксирую, у меня этот лосс уже есть. Соответственно, я закрываю эту позицию и открываю новую, точно такой же страйк 70-й, но передвигая его еще на 2 недели вперед. Соответственно, я получил в начале доллар. Через 2 недели ходьбы цены, как она двигалась, опять же, лоссы в акциях и в акционах мы видим, мы получаем еще 1 доллар. Окей, теперь проходит 6 месяцев, цена не выходит моего страйка, я как инвестор продолжаю эту ролировать. Давайте представим, что за все это время я получил 10 раз по 1 доллару. 1000 долларов я получил прибыли за то, что я ролировал позицию. Я закрывал, переносил дальше, я закрывал, переносил дальше. Теперь посмотрите, что происходит в одной и той же точке на 70 долларов через 6 месяцев. В акциях вы видите 0, в опционах наступил тот самый долгожданный момент, когда страховой случай не наступил, все премии, которые вы накопили за ролирование, теперь остаются с вами. Я это называю такой мешок денег. Сейчас я покажу, почему это мешок денег. Вы накапливаете, вы кладете себе в карман наличные деньги с опционов, вы их не можете использовать, потому что в страховой случае вы все еще находитесь в нем. Да, но вы продолжаете ролировать, вы знаете, что цена выйдет. Теперь в этой точке через 6 месяцев тот, кто купил акции, только вышел в ноль, вы в опционах получаете всю вот эту премию. Страховой случай не наступил, вы его сколько раз ролировали, всю эту премию вы накопили. Как это выглядит, это очень хорошо рассказать именно сегодня, в день просадки. Значит, на открытии у меня был портфель 100 тысяч долларов. Упал рынок, весь упал, все путы, стрэнглы, все это начало минусовать. Что мы сделали, обратите внимание, значит, это чистая ликвидность, ребят. Это вот если вы все сейчас зафиксируете, вы получите 99 тысяч. Как и в акциях, если цена опустилась, если вы зафиксируете, вот это ваш лосс. Значит, чистая ликвидность, сколько мы получим сейчас, если мы закроем все позиции. Наличные, это если ни один страховой случай по вот этим страховкам не исполнится, я все это получу себе на руки. Соответственно, 106 тысяч 42. Это вот мой пакет денег, который я могу получить, если не наступит страховой случай. Смотрите, что случилось сегодня. Смотрите, что будет при ролировании и как это выглядит. Экспев у меня ушел чуть-чуть ниже 40. Я вижу лосс. Давайте я открою экспев. Значит, я вижу небольшой лосс в нем. Но цена, в принципе, консолидируется. Но, кстати, 40, то есть она, в принципе, в этом уровне. Сейчас, страховой случай-то не наступил. Чуть-чуть она выше. Значит, 40 долларов. Значит, что я делаю? Обратите внимание, если я сейчас ролирую позицию, я закрываю опцион и открываю новый опцион с тем же самым страйком, но чуть дальше, вот на 2 недели вперед, либо на месяц вперед. Вы можете двигать и вниз точно так же. Мы идем сейчас вперед, ролирование вперед. Смотрите внимательно. Кспев, что будет с честной реквидностью? Она не изменится. Вы никакой лосс дополнительно себе не создали. Вообще ничего не сделали. Значит, вы как в акциях, представьте, если вы закрыли лосс, вы его получили, все, вы ничего не можете делать. Но если вы откроете позицию тот же, то она у вас вернется и может выйти в плюс. Правильно? Значит, тут примерно такая же логика. Если я сейчас зафиксирую лосс, ничего не случится. Чистая ликвидность не изменится. Но обратите внимание, когда я закрываю этот путь обратно, у меня пропадают наличные. То есть, я вот этот лосс зафиксировал тем, что я не могу получить вот эту максимальную прибыль вот с этой страховки. Но чисто ликвидность у меня осталась то же самое. То есть, по факту я ничего дополнительно не создал. Значит, смотрите внимательно, что происходит. Когда я ролирую, я дополнительно открываю новую позицию. Но она стоит дороже. При ролировании наша задача получить премию. И дело в том, что когда я получаю премию, наличные у меня увеличиваются. Мой вот этот вот пакет, мешок денег начинает расти. Каждый раз, когда я ролирую, если я уверен в стратегии, как инвестор, что я подожду GDX PEF, я уверен в этой акции, я бы и в акциях сидел. Я начинаю ролировать, хоть бесконечно я ролирую, я просто собираю все больше и больше мешок денег. Обратите внимание, 106 042 наличные. Это все, если у меня исполнится в ноль. Сейчас чисто ликвидность, естественно, цена как-то ходит. Я вижу 99 тысяч. Значит, смотрите, я сделаю перенос одной позиции. Я ролирую GDX PEF с 23 июля, всего один опцион, на 2 недели вперед. Значит, 23 июля, через 14 дней у нас истекает. Я его ролирую, давайте, на 16 августа. Смотрите, что происходит. Он мне закрывает мою позицию 40-й PUT. Значит, и я точно так же открываю сейчас новый PUT. 40-й PUT я продаю с экспирацией 6 августа. Значит, запомните цифру 16 042. Посмотрите внимательно. При закрытии позиции, при ролировании, я получаю очередную премию в свой пакет денег. 0,88 долларов. Я сделаю для одной штуки, чтобы вы увидели, как меняется у вас наличное. Смотрите, это 16 042. Значит, я отправляю ордер. Август, все верно. Одну штуку для примера из своего портфеля. 16 042. Обратите внимание, чисто ликвидность 99. Теперь я изменяю цены, чтобы она так исполнилась. Смотрите, что происходит. Меняем еще раз ближе, чтобы у нас точно исполнилось. 16 042. Еще ближе ставим на АСК. Ордер выполнен. Смотрите внимательно сюда. Мешок денег увеличился. Теперь я вижу 106 126. Я потенциально зафиксирую. Чистая ликвидность, как и осталась. Как был лосс у нас, так и остался. Нельзя сказать, что это процесс фиксации лосса. Мы собираем очередную премию. Мы даем еще больше времени той стратегии, в которой мы уверены. Теперь вы поняли, что я все это могу сейчас отроллировать за минуту. Перенести и получить в свой мешок, может быть, 110 тысяч долларов. Теперь моя задача в том, я уверен, что Кспев выйдет через какое-то время. Мне не важно, какое время. Я могу сколько угодно собирать. То есть, если у меня согласен на эту стратегию. Я уверен, что GD у меня выйдет или Alibaba, например, проданные путы. Тогда я продолжаю роллировать. Я продолжаю увеличивать свой мешок денег. Как только настанет один день, когда цена вылетит за эту мою точку без убытка Кспев 40 долларов. Хоть это будет через 6 месяцев. Я уже больше накоплю мешок денег. Я все это переведу себе в чистую ликвидность. Все, я этот мешок переношу себе уже точно прям в карман. То, что я могу тратить. То есть, вот что означает бесконечное роллирование. Вот почему это безопасно на те акции, в которых вы уверены. Представьте ситуацию. Может быть, это плаг. Может быть, это что-то супер рискованное. Что-то вроде DDIPO. Вы продали пут. И тут цена уходит вниз. Но вы не готовы остаться с акциями. А вдруг это банкротится компания, да? И другое дело, если вы продаете путы на Apple, на Microsoft, на GD, на Alibaba. Вы знаете, что аналитики давным-давно говорят про GD, например, что он должен стоить 100 долларов, 80 долларов. Вы продолжаете роллировать только на этом уровне. И собираете свой мешок денег. Значит, бесконечное роллирование должен, ребят, попробовать каждый. Это невероятная мощь инструмента опционов. Когда вы видите, что вы заведомо проигрышную стратегию, вот в акциях вы держите этот мешок груза и ничего не получаете. Вы через 6 месяцев только в ноль выйдете. Когда в опционах, если опцион закрывается через 6 месяцев выше, хоть на дюйм, да, на акцент выше вашего страйка, все, что вы накопили, вы тут же перекладываете себе. Осознайте каждую стратегию, которая в минусе, я могу роллировать, если я в ней уверен, еще на недельку, еще на 2 недели, еще на месяц и получить себе максимальный вот этот мешок. То есть, я говорю, роллировать нужно бесконечно. Ваша задача открыть стратегию, хотя бы одну, отроллировать ее так, она ушла в лосс, но вы продолжаете ее роллировать. Один раз вы провернете вот эту операцию по роллированию, процедуру по роллированию, вы увидите, насколько это сильно, насколько вы любую проигрышную стратегию можете делать заведомо еще более и более выигрышной. То есть, это нужно обязательно попробовать. Вот это я называю бесконечно.